Всем добрый день! Если у тебя дома есть молоко, сделайте этот чудесный десерт без духовки. Совсем мало ингредиентов. Это очень популярный рецепт на просторах интернета английского пудинга, который часто подают во всех гостиницах Европы. Мы решили показать вам этот рецепт полностью, вот как он занимает по времени у любой хозяйки. Именно поэтому не обустряли ни один из этапов видео. Разогреваем в кастрюле 100 грамм сливочного масла. Медленно топим масло на небольшом огне, для того, чтобы оно не горело, а просто растаяло. Этот рецепт займет у вас 15 минут вашего времени. Но здесь ни в коем случае не стоит торопиться. Каждый этап нужно внимательно перемешивать и добиваться однородной текстуры. А вы знали, что по всему миру начинают появляться новые клиники, в которых учат замедляться? Эти клиники называются slow, где все делают медленно. Ввиду нашего бешеного ритма жизни, огромного количества информации, которая поступает нам изо всех источников, наша нервная система перенапрягается. И мы начинаем постоянно куда-то торопиться. Именно поэтому сейчас есть огромное направление в медицине, которое замедляет человека таким образом, улучшая его здоровье. Попробуйте проведите эксперимент. Посмотрите это видео как терапию, медленно, не перематывая, и именно наслаждаясь звуками и картинками. Продолжение следует... Добавляем в наше растопленное масло 120 грамм муки. Добавляем ее постепенно и тщательно перемешиваем венчиком до однородной текстуры. Смело наливаем в нашу подготовленную смесь 1 литр молока. Смело наливаем в 1 литр молока. обратите внимание я постоянно перемешиваем на благодаря этому у нас получится равномерная структура пирога добавляем 80 грамм сахара и продолжаем тщательно все это перемешивать если перестанем тщательно перемешивать то у нас могут появиться комочки что отразится на качестве нашего пирога а Продолжение следует... Продолжение следует... Помешиваем ровно до момента, пока смесь не станет густой, как крем. Если есть желание, можно добавить экстракт ванили. Пожалуйста, охладите нашу смесь перед тем, как выливать в нашу емкость для десерта. Даем отдохнуть нашему крему в холодильнике полчаса. Продолжение следует... Добавляем 200 грамм воды и 1 столовая ложка кукурузного крахмала. Тщательно перемешиваем воду вместе с крахмалом, пока у нас не получится однородная структура. Высыпаем 90 грамм сахара на сковородку и готовим на маленьком огне. Сейчас начнется волшебство. Перемешиваем сахар на сковородке и появляется первая карамель. Продолжение следует... Учится. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... В этом рецепте главное никуда не торопиться. Медленно перемешиваем сахар на сковородке и формируем однородную текстуру. Будем перемешивать, пока не появится однородный цвет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Добавив 100 мл воды, наша задача еще и интенсивнее перемешивать нашу карамель, для того, чтобы она стала однородной текстурой. Это непросто. Как видите, я очень старалась. Чем однороднее карамель, тем красивее торт. После того, как мы тщательно все перемешали, добавляем в нашу смесь вода и крахмал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тщательно перемешиваем. Тщательно перемешиваем до тех пор, пока не появится однородная желеобразная масса нашей карамели. Выкладываем нашу карамель со сковородки на молочный крем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Даем отдохнуть в холодильнике 1 час и наслаждаемся. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...